Первый очаг. Барышский район. Всего 25 голов. Район Кузоватовский и здесь под удар только в одном личном подсобном хозяйстве попало 17 животных. Сложности ветеринарам добавляют географическое расположение муниципального образования, в котором зафиксирована вторая вспышка. Отличие двух очагов. Если Сурские вершины – небольшой населенный пункт, в котором имеется одна дорога, по которой можно выехать в сторону Барыша, то личное подсобное хозяйство, в котором установлен второй очаг, находится в густонаселенном районном поселке Кузоватого, через который проходят сразу две региональные дороги в сторону Ульяновска и в сторону Самары. Кроме этого, имеется разветвленная сеть проселочных дорог. Совокупность этих факторов может осложнить работу по локализации очага заболевания. Несмотря на серьезные географические и социальные отличия, в обоих случаях причина болезни одна. Зараза просочилась в личное хозяйство от диких кабанов, которым, к слову, даже не пришлось контактировать с жертвами. У хозяина ЛПХ и у кабанов был, ну, как это правильно сказать, был контакт, то есть источник, который он принес себе домой. То есть пути, как это, через дрова, через хроволки, и другие там были, уже пути передачи. Это уже другой вопрос, сам факт, который все ждет. Все необходимые меры по локализации и остановке распространения болезни приняты. Все животные, попавшие в первую угрожаемую зону Кузоватовского района, будут уничтожены. Специалисты подсчитывают убытки фермеров, которые предстоит возместить. Давайте совместно с вами отработаем те мероприятия, чтобы не допустить возникновения третьих и последующих очагов подобных. Я думаю, что уже мы можем на чужих ошибках учиться. Да, здесь уже есть два муниципалитета. Поэтому давайте еще раз определяем, сегодня прямо обрабатываем, завтра доводим все, соответственно, методические рекомендации. Сейчас в районе поселка Кузоватово выставлены ветеринарные посты. Проселочные дороги перепаханы. Сложность остается только с региональными трассами, где уже установлены скоростные ограничения. А сотрудники ветеринарного контроля совместно с представителями ГИБДД выборочно проверяют транзитный транспорт. Продолжение следует...